Константин Колбазов Посадка на Рапельском космодроме планеты Алоянка завершена. Местное время 14 часов. Температура за бортом 35 градусов. Предварительный анализ показывает отсутствие агрессивной среды. Получено разрешение подкинуть корабль. Рекомендуется иметь при себе респиратор. Принял. Сергей не без удовольствия потянулся, сидя в пилотском лыжементе, а потом резко поднялся на ноги. Итак, вновь Алоянка. Вполне приветливая планета, находящаяся на фронтире в сфере интересов ирианской компании. Кстати, за эту систему ирианцам пришлось слегка пободаться с багрийцами, открывшими ее немного раньше. Багрийская империя – это одно из государств, где официально разрешено рабство. По сути, Алоянку открыл один из работорговцев, когда убегал от ирианского эсминца. Такие купцы пользуются уважением только в зоне интересов рабовладельческих государств. Вне их пределов они становятся предметом охоты. Правда, даже в случае задержания с живым товаром на борту, работорговцы далеко не всегда оказываются на скамье подсудимых. Подобное происходит только тогда, когда они умудряются нарушить еще и свое родное законодательство. Если же они честные торговцы с живым товаром, то багрийская империя будет драться за них на дипломатическом поприще до последнего. И дело тут вовсе не в личности задержанных, а в престиже империи и государственных устоях. Но даже в этом случае весь живой товар изымается, и торговец неизменно несет убытки. А если прибавить сюда, что тяжба за его освобождение в среднем может продлиться около года... В общем, перспективы не из приятных. Мало того, что все это время придется провести за решеткой, так еще и вместо заработков невосполнимые расходы. Плюс ко всему, рабовладелец самостоятельно оплачивает ремонт возможных при задержании повреждений собственного судна. Вообще-то без повреждений, как правило, не обходится. Командиры боевых кораблей государств антирабовладельческого блока никогда не упускают случая поупражняться в стрельбе. Главная задача захватить невредимым экипаж. Судно же интересует нападающую сторону в последнюю очередь. Так что корабль порой вообще не подлежит восстановлению. Словом, выбор у работорговцев был невелик. Либо сдаться и после длительной тяжбы выйти на свободу вместе с кораблем, в лучшем случае, но без груза. Либо рискнуть и опять же потеряв груз, суметь спастись вместе с судном и понести минимально возможные потери. В общем, в тот раз, когда была открыта спорная планета, багрийцы, видя, что ирианский корабль один, решили рискнуть. Сбросили весь груз, не забыв проинформировать о его характере командира эсминца, а сами ушли в подпространство. Потом сделали еще несколько прыжков наугад, стараясь сбить возможную погоню со следа. В результате, но очень уж рискованных маневров, совершенно случайно оказались в системе, где и располагалась алоянка. Вообще-то, подобные прыжки в некартографированном пространстве не рекомендуется. Это епархия исследовательских судов, и лучше бы об этом не забывать. Прыгая в неизвестность, выйти из-под пространства можно в самых неожиданных местах. Например, посреди раскаленного ядра какой-нибудь планеты. В данном конкретном случае, либо на торговце оказался толковый навигатор, либо капитан, и по совместительству владелец судна был слишком уж напуган или склонен к необдуманному риску. Но, скорее всего, верх взяла его, ну, очень бережливая натура. Точнее, жадность. Багрийцам удалось выжить только благодаря невероятному везению и никак иначе. Но зато каков джекпот! Обнаруженная планета, цивилизация которой достигла уровня начала земного двадцатого века, оказалась настоящим клондайком для работорговца. За сравнительно короткий срок он сумел не только поправить свои дела, но и изрядно разбогатеть. Через год он обзавелся большим работорговым судном, способным перевозить одновременно до пятидесяти тысяч человек. Но, как это часто бывает, подвела его собственная жадность. Слишком уж долго он всячески скрывал, откуда вывозит живой товар. Причем, надо отдать ему должное, он проявил прямо-таки чудеса конспирации. Работорговцы готовы дорого заплатить за отсталый мир, откуда безнаказанно и при минимальных вложениях можно качать людские ресурсы. Торговец оповестил власти Багрисской империи только тогда, когда в системе появилось исследовательское судно ирианцев. Но, как говорится, было уже поздно. В отличие от первооткрывателя, ирианцы не стали замалчивать факт обнаружения новой планеты и официально объявили об этом. Произошел небольшой дипломатический конфликт. Даже пришлось немного побряцать оружием. Но результат был вполне ожидаем. Ирианцы не собирались уступать обитаемую планету в своем секторе космоса и уж тем более отдавать ее в руки своих давних соперников-багрийцев. Так что последним пришлось отступиться, а первым наладить в этой системе патрулирование силами ирианского флота и даже разместить там небольшой отряд боевых кораблей. Да, эта система находилась на фронтире. Но ничто не вечно в этом мире, как и границы империи. Государство или прекращает свой рост и останавливается в развитии, или продолжает расширяться. Алоянка была за делом на будущее. Когда придет время, она войдет в состав империи. У нее просто нет другого выбора. Конечно, процесс этот не быстрый из-за большой удаленности от центра, но на вновь открытой планете уже сейчас имелось несколько представительств империи и велась определенная работа с населением. Правда, данное обстоятельство не могло оказать решительного влияния на военные конфликты, то и дело возникавшие между различными государствами. Но использование миротворческих сил, пусть и небольших по составу, пока помогало избегать слишком уж крупных войн. Разумеется, велась с этой планетой и торговля. Вот только предложить Алоянка могла не так, чтобы и много. В основном это были углеводороды и продукция сельского хозяйства. Но неинтересные империи, производимые здесь паровые машины и только-только появляющиеся двигатели внутреннего сгорания. Кстати, очень может быть, что загрязнение окружающей среды на Алоянке будет не таким сильным, как на Земле. Из-за вмешательства ирианцев здесь все большее распространение получают электродвигатели. Повсюду наблюдается настоящий бум строительства гидроэлектростанций, основной упор делается именно на них. А в южных регионах налаживается производство солнечных панелей. Ирианцы не могут одобрить пережигание углеводородов для получения энергии. Конечно, покровителям планеты не заставит труда построить термоядерные электростанции, но в администрации по делам колонии считают этот шаг преждевременным. Для начала необходимо поднять общий культурный и технический уровень обитателей планеты. Разумеется, сейчас темпы развития общества Алоянки, с точки зрения истории, просто колоссальные. Но все же процесс этот довольно долгий. Как известно, каждому овощу свой срок. Сергей подошел к шкафчику со спецодеждой и извлек наружу респиратор. Вообще-то, в его понимании это был самый настоящий противогаз. Полная прозрачная маска на лицо, герметично прилегающая к коже, пара фильтров, способных противостоять подавляющему большинству отравляющих газов, особенно природного происхождения. Правда, оставались еще нанотехнологии, перед которыми респиратор пасовал. Атмосфера на Алоянке в общем и целом была для людей благоприятной, но и сюрпризы планеты преподносить умело. Порой зацветали различные растения, на пыльцу которых у большинства пришельцев была аллергия. В районе болот или действующих вулканов случались выбросы природных газов. А еще здесь есть насекомые, укус которых может вызвать ураганную аллергическую реакцию. У местных ко всем этим явлениям выработался иммунитет, а вот инопланетянам стоило бы поберечься. Известны прецеденты, когда пришельцам не удавалось избежать безвозвратной гибели. Пашнагов подбросил в руке респиратор. Вообще-то желания тащиться с ним по взлетному полю нет никакого.